Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Сегодня мы с вами поговорим о американской помощи России. Тема, которую по каким-то причинам, мы можем только догадываться, по каким причинам, в России не любят вспоминать. Тема замыленная, тема мало в России изученная, ну и среди широких масс населения практически неизвестная. Итак, мы начнем с того, что в 1891 году в Российской империи разразился небывалый голод. Разразился он в центральной, на черноземных зонах, но тем не менее было подвержено разной степени голоду 17 губерний, в том числе частично Харьковская губерния, откуда я родом, откуда родом часть моих предков, то есть для нас, для меня, для моей семьи, для моих корней это актуально, в то же самое время Херсонские и южные туда губернии, значит, Таврическая, Херсонская, вот то, за что сейчас воюют. Причина была, очевидно, климатическая. Хорошо, что они тогда не знали про глобальное потепление и global climate change. Видимо, он-то начался тогда, они просто об этом еще не знали. И был удивительно странный набор природы, то есть ранняя зима 90-го года, которая вымерзла все посевы, в которой, значит, после чего была практически засуха, не было снега, потом что-то посадили, хотя по-прежнему не было дождей, и в мае ударили заморозки, которые вымерзли урожай, посажен урожай. Что, ну, еще раз говорит о том, что Россия зона рискованная земледелие, но не только в этом дело, не только в этом дело, проблема была еще в оставшихся со времен крепостничества в социальном укладе производства сельскохозяйственной продукции в Российской империи. Я сейчас не буду тратить время, это заслуживает отдельный семинар, и точно не мой, нужно найти специалиста, который об этом знает больше, чем я. Но проблема заключалась в том, что так было устроено земледелие, что это все делалось в миру, то есть земля принадлежала общине, то есть это не было частный надел, то есть это были колхозы, кибуцы, как угодно вам сказали, назовите, по аналогии с западным миром, поэтому у крестьяне было ноль желания удобрять и ухаживать за своей землей, потому что земля была не его. Ему каждый раз община давала какой-то новый надел, поэтому он из нее выкачивался соки. Было трехполье, когда один год земля стояла под парами, второй год, значит, по соскоту удобрял навозом, третий год что-то растили. Ну, в общем, короче говоря, проблема заключалась в том, что были неэффективные методы сельского хозяйства, которые никаких удобрений серьезно не было, кроме вот помета скотины. Кроме того, также не было инициативы или желания вкладываться в сельскохозяйственные технологии, ну, то есть какие-то косилки, молотилки и прочую радость. То есть не мое, зачем и так далее. Это та проблема, с которой потом позже боролся Столыпин, так как возникли кулаки. Кулаки это были те, которые отделились от мира. Помним все, что на миру и батьку легче бы ты. Вот, и это та проблема, которую пытался решить Столыпин, за что его и застрелили, собственно. Мы вернемся в 91-й год. Значит, летом 91-го года разразился голод. Голодало около 30 миллионов человек. Забегая вперед, количество погибших было неизвестно до конца. И современные ученые оценивают эту цифру от 300 до 500 тысяч человек. Ну, то есть на максимальном пределе, кто его знает, никто их там не считал, не переписывал этих крестьян, погибло до полмиллиона человек. Вы представляете размер катастрофы? То есть Америка до сих пор с ужасом вспоминает гражданскую войну, в которой погибло 600 тысяч человек. То есть в России погибло 500 тысяч человек. То есть жертвы, так или иначе, соизмеримы с жертвами, которые Америка до сих пор считает катастрофой. Погибали не только и нисколько от голода, погибали также от тифа. Это была зима 91-го, 92-го года, а потом уже весна-лето 92-го года от холеры. Большое количество смертей было именно от этих заболеваний. Интересна была государственная реакция, реакция властей. Тогда еще был Александр Третий, отец Николая II, который долгое время об этом просто ничего не знал. Местные чиновники заманчивали размер катастрофы. То есть держались, пытались смести все это под коврик и как-либо не докладывать. Когда стало известно о голоде, была запрещена, была цензура, и было запрещено говорить о голоде. Это назывался недород. То есть первую половину этого голода это все называлось недород. И практически никакой помощи, какой-либо это ни было, вообще не было. И Россия, как ни странно, экспортировала первую половину этого периода зерно, как она всегда это делала, на Запад. То есть первую половину всего этого недорода Россия продолжала экспортировать зерно, а в это время уже начинали есть мышей и крыс. После чего цензура продолжалась, после чего долго думали, и начали выдавать крестьянам зерно в суду. Ну, то есть не дарить, не давать бесплатно, а просто занимать подпросписку. При этом были коррупционные схемы, на этом заработали деньги огромное количество нечестных людей. Вам это ничего не напоминает, нет? Нет. Наверное, ничего не напоминает. Вот. И так или иначе, если посмотреть на макроэкономику этого события, вся Российская империя произвела достаточно зерна, чтобы себя прокормить. То есть в 17 губерниях был недород или голод, как угодно. А в то же время были ряд губерний, в том числе Полтавские, Черкасские, вот эти всякие губернии, кроме того, вот Ставрополь туда, Кубань. Там был огромный урожай. Поэтому Российская империя прекрасно могла себя прокормить, даже не закупая зерно за границей, но при этом отсутствие четко выраженной реакции со стороны правительства и отсутствие рыночных механизмов, то есть не работало ни административное, ни рыночное хозяйство. Привело к тому, что погибло, как я только что сказал, примерно 400-500 тысяч человек. Несмотря на то, что об этом было запрещено говорить и писать, поэтому вы нигде не прочитаете в литературе, то есть существуют намеки, там Чеховы и прочие-прочие писали, наконец Толстой прекратил эту информационную блокаду и обратился к всему миру с просьбой помочь. Российское правительство, царское правительство, тут же заявило, что никакой государственной помощи оно не примет, ну просто пусть люди умирают, но мы не будем, мы люди гордые, мы не будем признавать, что мы не можем накормить собственный народ. Этого мы делать никогда не будем. Люди продолжали умирать от голода, умирать от болезни, в основном болезни. И вот эти слова Толстого попали в западный мир, попали в американский мир. Толстой тогда уже почитался как великий писатель, всемирный писатель. И два Quakers, я не буду сейчас называть фамилии, там усложнять все это мой рассказ деталями, забегая вперед, сейчас я веду переговоры вот тут с очень милой девушкой, которая из Санкт-Петербурга, она в Стэнфорде преподает, и она, значит, PhD student, как раз вот это ее специализация, я попытаюсь привести ее к себе на канал. Если кому-то интересно, она расскажет в больших деталях, цифрах, фактах, с картами, с маршрутами, с географией, все, что происходило, она в этом специалист. Я прослушал несколько ее семинаров, плюс прочитал несколько других статей на эту тему. Так вот, двое Quakers, Quakers – это квакеры, по-моему, по-русски называете их, приехало-таки в Россию и видело ужасное состояние местного крестьянства. Эпицентр был по Волжье, Самара, тот самый Куйбышев. После чего они вернулись и начали собирать помощь. Помощь собирали в многих штатах, помощь собирали по церквям, то есть люди просто приносили деньги и жертвовали эту помощь, эти деньги, на помощь голодающих в России. Вот где Россия, где Америка. После чего было сделано то, что называется «Флотилия надежды», и пошли корабли, пошли корабли в Лилипая, пошли корабли в Санкт-Петербург, в Ригу, на деньги, собранные американским народом. Их никто не заставлял, их никто не принуждал. Шли корабли с кукурузной, в основном с кукурузным зерном, даже не с зерном, а с кукурузной мукой. Айвазовский, который в то время находился в Америке, написал две картины, и эти картины подарил американскому народу, которые долго охранились время в Нью-Йоркском музее, и недавно были проданы за полмиллиона доллара каждый на частном аукционе. Работа Айвазовского, где нарисованы в манере Айвазовского, эти самые корабли, которые пришли в Ригу с этим самым кукурузным мукой. С кукурузой получилось, надо сказать, неудачно. С кукурузой получилось неудачно, потому что, те, кто знает диетологию, в кукурузе нет глютена. Вот нет того состава, который делает тесто вязким. Вот почему можно сделать пиццу, пряники, бублики, почему тесто тянется. Там есть глютен, или глютен, не знаю, как по-русски называется. В кукурузе его нет. Те, у кого есть силиак дизиз, они могут есть кукурузу и не могут есть хлеб, потому что глютен – это для многих людей достаточно тяжелый белок, который плохо расщепляется и попадает в кровь. Но вернемся к голоду. Значит, отсутствие глютена не позволяет печь хлеб по существующей рецептуре. То есть в Америке давно научились делать корнбред, это считается национально-американская еда, но это надо уметь делать, там своя рецептура. Поэтому от того, что стали поставлять этот самый корнфлаур, кукурузную муку, никто ее, значит, готовить не мог. Пришлось посылать людей, и поехали добровольцы в Россию, чтобы научить крестьян печь хлеб из кукурузы. Ну, надо сказать, что их попытки были не совсем удачные, и на самом деле закончилось тем, что стали добавлять кукурузную муку в пшеничную или ржаную муку, там, где есть глютен, с тем, чтобы, значит, разбавить количество муки, и получился такой полу-кукурузный, полу-пшеничный или полу-ржаной хлеб. К этому времени американский народ собрал сколько мог, и после чего государство, причем на уровне штатов, стало занимать деньги. Я не нашел, вернулся ли когда-либо этот лон, эти заемы обратные или нет, вот не сильно копался, не нашел. Может, вот эта вот девушка нам расскажет. Значит, на уровне губерний, то есть, стали просто занимать деньги, заняли по разным источникам, разные суммы, самое большое я нашел, 75 миллионов долларов. То есть, умножаем сегодня на 100, заняли, естественно, на спасение от голода. У меня вопрос, у меня вопрос. Когда последний раз, ну, естественно, до войны, сейчас об этом речь не идет, украинская общественность собирала деньги на помощь кому бы то ни было. Как за границей, так и у себя. Резонный ли такой вопрос? Ну, мне тут скажут, елки, мы же тут живем в нищете, а американцы, они же всегда были богатые. Нет, господа. В 1891-1892 годах уровень жизни в Америке был ниже, чем уровень жизни сейчас в Украине. Украина так или иначе, отставая на 100 лет, тем не менее, находится на уровне жизни, то есть, потреблении, доходах населения, то есть, количество потребляемых еды, где-то Америка уже 1920-х годов, то есть, опаздывает не на 130 лет, а на 100. Поэтому нет, а то, что мы серые и бедные, убогие, у нас самих нечего кушать, и мы никому помогать не можем, это не аргумент. И аргумент, вопрос остается, вопрос остается. Кому когда-либо помогала вот за последние 30 лет Украина на уровне населения, то есть, когда люди сами складывались деньгами, чтобы кого-то спасти за границей. То же самое вопрос можно снести к России, хотя Россия помогает на уровне официального, там, решая свои политические проблемы, когда в последний раз россияне складывали своими деньгами, отрывая от себя необходимое, чтобы, как писали эти самые квейкерс, мы не можем спать спокойно, пока в России умирают крестьяне от голода. Вот так писали эти газеты, вот так создавали эти манифесты, я видел эти листовки, читал эти газеты, вот такое настроение было среди вот этих страшных капиталистов, ужасных капиталистов, которые за выгоду готовы снять последнюю рубашку и продать мать. Да, вот так работает капитализм американский. Идем дальше, идем дальше. Значит, голод этот совместными усилиями победили. Считается, что американская помощь спасла где-то до миллиона людей. Вот, и дальше не будем ждаваться, как-то мы запишу отдельный ролик, как развивались российско-американские отношения, там много было чего интересного. Но стоит заметить, что уже тогда, уже тогда, в 91-м году, начались волны протеста против помощи в Россию, в основном со стороны евреев. Во время погрома в 1881-го года, за 10 лет до этого, вырезали очень много евреев, евреи начали бежать. Вот тогда начался огромный исход евреев из Российской империи, они начали бежать в Америку, к тому времени уже многие из них получили гражданство, у них было право голоса, и, соответственно, было право политического участия. Они говорили, что не нужно кормить россиян. Неблагодарное это дело обернется хуже. Но им не верили евреям, и вот произошла вот эта вот удивительная, абсолютно трогательная, абсолютно безвозмездная, без всяких политических скрытых каких-то грязных целей, чтобы закабалить там народ там. Нет, вот это все ничего не было, которое также было забыто. Мне интересно, те, кто меня сейчас слушает здесь на семинаре, или слушает мой ролик в записи, напишите мне, пожалуйста, искренне, кто из вас знал об этом событии, какой процент населения об этом знал в комментариях. Ровно через 30 лет, ровно через 30 лет разразился новый голод в 1921 году. Разразился он при похожих климатических обстоятельствах, но при этом, учитывая, что страна уже с 14-го года воевала, о том, что огромное количество лошадей, мужчин, посевного зерна было забрано на вот сначала Вторую мировую, а потом Гражданскую войну, а также учитывая то, что была просто разверстка, и крестьяне прекратили садить полностью, а посадили в 2020 году, с 2020 на 2021, только лишь столько, чтобы себя прокормить, ну зачем, собственно, садить больше, если тебя заберут. То есть они начали садить меньше. Ну, логично, как бы поведение человека, у которого забирают излишки. Зачем мне тогда ваши излишки? Вот, а эти излишки, вернее, не излишки, забрали комбинация природных явлений и жуткого поведения про разверстки, военный коммунизм, как помните, был тогда, привело к Голодомору. Теперь, значит, статистика известна гораздо лучше. Почему стала известна статистика? Потому что американцы, о которой сейчас расскажу, спасали, вели четкий учет. Теперь мы все знаем. И мы знаем о том, что по оценкам называлась эта организация, ее по-русски называют АРА, но это как-то очень странно звучит, буду называть по-английски АРА, то есть American Relief Association. Так вот, это самое American Relief Association, АРА, оценивает, что количество людей, которые не доедало, было 80 миллионов, количество людей, которые старв, то есть умирали от голода, то есть не недоедали, то есть не дефицит калорий, а умирали от голода, было 30 миллионов. Вот представьте себе Ленинград, там было 2,5-3 миллиона, значит, в зависимости от оценок и периода, а это 30 миллионов людей, которые умирают от голода. То, что описывали эти вот американские сотрудники АРА в 21-22 году, ошеломляет. Надо сказать, что тогда появилось понятие, их называли тогда Femin Shack, то есть был Shell Shack. Shell Shack сейчас переводится как Post-Dramatic Stress Syndrome, то есть человек, который насмотрелся ужасом, у него психика меняется, его надо лечить. И это называется Post-Dramatic Stress Syndrome, тогда назывался Shell Shack. Этот термин относился в Первую мировую войну, когда люди видели, как разрываются тела, как там вылезают кишки наружу, как люди там погибают от газа, и их начали уже лечить, ну как там, как могли, так и лечили, и психологи. Так вот, появился, значит, новый такой юфемизм, термин Femin Shack. Приехавшие американцы сходили с ума от того, что они видели в России. И было от чего сходить с ума. Были случаи трупоедства, повсеместного, были случаи людоедства, люди, огромное количество самоубийств, то есть смерть от голода одна из самых тяжелейших форм смерти. То есть, если надо умереть и надо выбрать, согласитесь, что умереть от пули нацистов гораздо приятнее, чем умирать медленно от голодомора. То есть, количество, ну, страшного поведения не будут звучать краски, хотя об этом они писали, писали в своих мемуарах, люди, американцы, сходили с ума. Многие из этих американцев, как ни странно, были те самые русские, которые приехали в Америку детьми, естественно, научились говорить на американской мове, вот, естественно, не забыли свой русский и украинский, и, естественно, завербовались вот в эту вот программу помощи. Поэтому они писали дневники, дневники их публикуются, все это находится здесь, у нас же в Стэнфорде, почему вот эта вот девушка работает в Стэнфорде, это Хуверская лаборатория, а при чем здесь Хувер, потому что Хувер и был тот человеком, Херберт Хувер, американский будущий президент, он и был тем человеком, который спасал Россию от голода, под Россией имею ввиду советскую уже тогда империю. Нужно рассказать, кто такой Херберт Хувер, буквально два слова в его биографии. Родился в семье в Среднем Западе, в семье этих самых квейкерс, то есть квакеров, закончил он и его старший брат Стэнфорд, они были на первом потоке Стэнфорда, только Стэнфорд открылся, они были оба горные инженеры, у него был талант, талант организатора, талант оптимизатора, то есть у него был талант оптимизировать невыгодные геологические добывающие производства. Он работал во всем мире, он работал, был какое-то время в России и на Урале, он работал в Бирме, он работал в Австралии, он работал в Америке, то есть он налаживал, то есть индустриализировал горнодобывающие производства. Был к тому времени человеком очень богатым, получившим известную репутацию, обладающий крупной фирмы, именно инженерной фирмы, которая консультировала, как разрабатывать и улучшать горнодобывающую промышленность. И к своим там уже 45 годам он был борт, ему было неинтересно, и он искал, значит, другие, значит, способы приложения своего таланта, поэтому когда было республиканское правительство, он пришел туда и был, какое-то время возглавлял релиф-эффорт, потому что американцы опять же, спросите меня, зачем, не отвечу, взялись спасать Европу после Первой мировой войны. То есть в Европе был голод, была, как вы помните, инфлуенза, не хватало еды, Европа лежала в разрухе, в том числе Польша, которая только получила независимость, лежала в разрухе, и американцы устроили, значит, релиф-эффорт, то есть помощь, облегчение, релиф – это облегчение, по сути говоря, дословный перевод, европейского народа, и он был прикреплен от государства, такой был выделенный, значит, эксперт по организации помощи в разрушенной Европе, поэтому он, естественно, туда перекатился. Как он об этом узнал? Он об этом узнал из прокламации Горького. Максим Горький, известный на весь мир писатель, написал свою прокламацию, полторы страницы, я ее сегодня прочитал, которая начинается с обращения ко всем добрым людям планеты. И он рассказывал, какой ужас происходит. Это письмо было опубликовано в американских газетах, Эрберт Хувер это прочитал, и уже обладая опытом помощи в Западной Европе и в Польше, он стал собирать деньги, сначала деньги были общественные, то есть также по церквям, с тем, чтобы накормить миллион, как ему казалось, это будет достаточно, миллион детей. Вот такие деньги, вот такие цели он ставил. Как и в первый раз, так и во второй раз было абсолютно понятно, вот в первый раз, вот в 91 году, 30 лет до этого, было абсолютно понятно, и об этом писали американские добровольцы, что передать зерно государству, это так же эффективно, как высыпать его в океан. Дословная цитата из одного дневников. Американцы не строили никаких иллюзий об уровне коррупции и эффективности тогда еще, в 91 году, российского правительства. Сомнений не было. Соответственно, тут же Эрберт Хувер не имел ни малейших иллюзий, что будет с этим зерном, если они попадут в руки Владимира Ильича Ленина и его банды. Поэтому его настоятельное, вернее, категорическое требование было в том, что распределять это зерно будут как раз работники вот этой самой АРА и нанятые им местные, значит, люди. Ну, не нужно говорить, что нанятые им местные люди в половине своей были работники ЧК. Ленин подозревал Хувера в том, что они хотят привезти оружие, о том, что они будут вести антиреволюционную пропаганду. То есть, в ленинскую голову зайти в ту мысль, что будут просто привозить зерно и бесплатно раздавать, ну, эта мысль не входила никогда. Поэтому их подозревали, ну, во всем угодно, ничего этого не было. Несмотря на это, сейчас распространяется гнусный, грязный инсинуаций в современной российской пропаганде, о которых я даже не хочу говорить. Это гадость, это неблагодарность, это мерзость высочайшей пробы. А здесь ситуация в том, что цифры АРА, ну, и других там организаций, они не совпадают с нашими цифрами. То есть, такое ощущение, что наши стремились преуменьшить заграничную помощь, а иностранные организации стремились ее преувеличить. Потому что я когда работал с письмами, там, и крестьян, все прочее, иногда попадались очень интересные вещи, что открыто представительство АРА, оно там в 38 регионах было открыто, представительство. В общем-то говоря, пропагандистскую работу ведут и показывают спектакли, а кормить нечего. То есть, и такое бывало, да? И сегодня признают то, что гувер, в общем-то, освободился от залежалых товаров на военных складах. Не все так было просто. Сегодня есть исследование, которое показывает, что сотрудники АРА одновременно выполняли и разведывательные функции, да? И гувер никогда не скрывал, он исходил из того, что ситуация помощи со стороны американских и других общественных организаций приведет к дестабилизации режима. А получилось наоборот. Получилось, что иностранная помощь помогла советской власти удержаться. И вот, привезя зерна, тогда уже было понятно, сколько кукурузное, значит, зерно везти нельзя, не знают, как его готовить, везли пшеничное зерно. Надо сказать, что в то время в экономике Америки был кризис, о котором никто никогда не знает, но тем не менее, как раз в это время был огромный уровень безработицы и огромный кризис. В Америке люди голодали. Вот в этом 21-м году были голодные люди. И одна критика в сторону Хувера и его администрации была в том, что зачем везти и кормить каких-то непонятных россиян или советских людей, как угодно называйте их, если у нас здесь люди тоже не доедают. Ну, конечно, такого голода, когда люди ели друг друга, и люди ели крыс, и люди ели глину, и звездку. Корни, растений и червей, вот такого, значит, естественно, в Америке никогда не было, но тем не менее, люди не доедали. Это была одна критика в сторону Хувера. Другая критика была, когда он начал просить деньги у Конгресса, и большая часть помощи вот этого вот ARA была уже из Конгресса. А зачем Советскому Союзу, который является тоталитарным государством, который является угрозой всему миру, тогда все уже понимали, то есть не было ни малейшего сомнения, что они понимали, что такое Советский Союз в 21-м году. Да, вот все это было абсолютно понятно. Зачем им помогать, и давайте не давать им ничего, и пусть они подохнут от того, как они устроили свою экономику. Нам же спокойней будет. об этом писали ряд конгрессменов в своем лоббировании не помогать инициативе этого Херберта Хувера. Все это задокументировано, все это лежит в библиотеке, все это давно изучено. На что Херберт Хувер говорил о том, его речь известна в Конгрессе, что это чистой воды гуманитарная помощь, и мы не будем заниматься политикой. Когда погибают дети и невинные люди, нам нет, нам не морально находить прагматические причины в ту или другую сторону. После этого он привел очень смешной и наивный аргумент, пытаясь спасти свою программу от того, чтобы ему деньги не давали изначально. Он сказал, что именно американская гуманитарная помощь, а также американская смекалка и организация производства и распределения вот этой еды и покажет русским крестьянам, насколько капиталистический образ жизни превышает социалистический, и это как раз и будет началом конца советского строя. Это, чтобы вы понимали, насколько наивный был этот самый Херберт Хувер, который потом стал американским президентом. Да, он был настолько популярен, его популярность, пусть ему такой был Сергей Притула того периода, возникла на том, что он организовал эту помощь. То есть, великий гуманист, великий организатор, человек, который потратил огромную часть своей человеческой энергии и своих личных денег, безусловно, чтобы спасти людей в стране, которая, ну, с точки зрения геополитики, американцем была врагом. На ту пору, да и, наверное, сейчас, это была самая большая гуманитарная акция. В течение шести месяцев американцы кормили до десяти миллионов людей. До десяти миллионов. Как российские демографы и политики насчитали, что, ну, не такая уж была большая эта помощь, наверное, сохранили жизнь полмиллиона человек. Вот так считает сейчас официально российская пропаганда. Ну, не знаю, как они это насчитали. Результаты этого голода следующие. Умерло по данным как раз ARA, тут все как бы понятно, потому что они были практически во всех губерниях. Их было много. Они собирали данные, они собирали информацию. Умерло, они считают, пять миллионов крестьян. Пять миллионов. То есть предыдущая цифра пятьсот тысяч, она просто покаживается, ну, она на порядок меньше, карликовой, потому что в 21-22 году в России умерло в страшных муках, страшных корчах, страшной смертью, пять миллионов крестьян. Напоминаю, что Голокост это шесть миллионов уничтоженных евреев во всем мире. Если бы не было Герберта Хувера, если бы не было щедрости американского народа, то, ну, вы сами посчитайте, сколько бы умерло, если шесть месяцев кормили десять миллионов человек. И это то, о чем, ну, забыть уже невозможно, об этом знают российские, советские люди, но существует четко выраженная попытка замолчать, умолчать количество спасенных жизней. Вот всех, кто меня слушает, у вас, господа, у всех биологически два родителя, четыре бабушки и дедушки, восемь прадедушек и шестнадцать прапрадедушек. Практически большинство из вас, если вы проследите свою родословную ветку, вы найдете, что кого-то из ваших прадедушек спасли американцы в двадцать первом году и кого-то из ваших прапрадедушек спасли американцы в 1891 году. Вы находитесь на этом свете во многом благодаря тому, вот вы конкретно, который меня сейчас слушаете, если ваши корни из нечернозомной зоны, то есть, если ваши корни не из Кубани и не из Прибалтики, не из Польши, не из Западной Украины, если ваши корни из Вятской, Воронежской, Саратовской, вот в этих всех губерниях, хоть кто-то, есть Харьковской, Северхарьковской, губернии Таврия, Херсон, вы здесь так, в таком виде, как вы есть, генетически, потому что американский народ, не ища ни славы, ни награды, ни прибыли, спасал людей, о которых они понятия не имели. Что приводит нас к голоду 1931-33 годов, проходит 40 лет со времен первого голода, 10 лет со времен второго голода, так называемый Голодомор. В Голодоморе погибло примерно, опять же, цифры называют разные, от 5 до 8 миллионов людей. Голодомор в большинстве был в Украине и теперь уже на той самой Кубани. Но не только, не только, Голодомор был в других странах, это было уже искусственно, то есть был не урожай, но тут был уже фактор искусственного умерщвления людей своим собственным правительством, совершенно очевидный. Про были все те же самые ужасы, которые я вам рассказывал в Голоде по Волжье, теперь это было уже, значит, в центральной Украине. Мои корни из Харьковской области, я разговаривал с частью своих родственников дальних и ближних, мне рассказывали случаи, что семья спаслась тем, что поменялись с детьми, я съел твоих детей, ты съел моих детей и так выжили все остальные. Это происходило в Харьковской области, не знаю, в каком селе. И тут может возникнуть очевидный вопрос, а где же были эти самые американцы со своей помощью? Американцы могли легко и свободно спасти Советский Союз от голода, потому что в это время, согласно великой и гениальной политике Рузвельта, Франклин Делана Рузвельта, сжигали еду в Америке. В Америке уничтожали зерно и платили крестьянам за непроизводство. То есть послать эту еду в Украину, послать эту еду в 31-м году, в Америке великая депрессия, как вы помните, еду уничтожают, просто погрузить то, что уничтожают на корабле и отвезти, накормить людей, ну, наверное, можно было сделать, но Горький уже об этом не писал. Да, вот Горький уже ничего не писал, Толстого уже не было и никто об этом ничего не писал. Да, вот не было той самой искры, той самой, значит, знаменитой прокламации от масс в массы, от людям к людям, которые делали интеллектуалы того периода. Более того, более того, значит, существует некий персонаж, его зовут Уолтер Дюрэнти, рожденный в Британии, получивший образование Бритариену американский гражданин, который с 21-го года был журналистом известных американских газет и журналов и, по сути говоря, главным источником информации об России и событиях, происходящих в России. Он был в России с 21-го года. Он получил Польстеровскую и Гонкоровские премии, он был потрясающе популярен, это считается одной из величайших светил в американской журналистике, в своих частных дневниках он писал, кстати, к моему эссе «Я русофоб», что, безусловно, жители советской страны являются азиатами, они не способны на поведение, которое ведут себя европейцы, и четко, вот, то, что я вам рассказывал там, Уолтер Дюранти описывал, как, ну, путевые заметки, но при этом он был социалист до мозга костей, он хотел победы социализма, и поэтому, когда на Западе началось разгораться, ну, какой-то туман о том, что сейчас, по-моему, в Украине погибают люди, погибают от голода, и что нужно что-то делать и как-то помогать, Уолтер Дюранти писал опровержения. Все западные американские газеты Washington Post, New York Times писали опровержения со слов Уолтера Дюранти, что это негодяи, которые не хотят помогать великому социалистическому эксперименту, врут и клевещут. После его смерти его дневники стали публичным достоянием, нет ни малейшего сомнения, что Уолтер Дюранти прекрасно знал о случаях людеевства и каннибализма в Украине в это время. Вот так уже тогда распространялась псевдоинформация. Тот самый фейк-ньюс, за который мы не любим сегодня Трампа. То есть на руках этого человека трудно историю со слагателем наклонения, но если бы Уолтер Дюранти, будучи авторитетным журналистом и специалистом по России, рассказал всему миру о том, что идет голод, наверное бы весь мир и Америка кого-нибудь спасла. На его руках миллионы умерших. Умерших страшной смертью. Ну, не помогая то, что Горький и прочие Шолохов об этом же молчали, хотя все прекрасно знали, что происходит. Дальше был естественный голод во время Первой мировой войны, которого не было, потому что американцы поставляли еду. Мой папа живет на свете, а я поэтому живу на свете, как его прямой потомок, потому что у них была американская тушенка. Не было бы американской тушенки, они бы умерли от голода, и папы моего не было, а я бы тоже не жил. в прямом смысле этого слова. Когда началась холодная война, и американская помощь прекратилась, начался новый голод, о котором мало кто знает в Советском Союзе, голод 1946 года. Мама мне о нем рассказывала, это уже как бы на памяти моих поколений, поколений моих родителей. То есть мама мне рассказывала, как люди пухли от голода в Харькове, в Харькове, как выдавали этот хлеб, с отрубями пополам и так далее. Но естественно тогда уже никакой помощи в 1946 году речь не шла. Стоит вспомнить ножки Буша, все говорят с иронией, и с какой-то пренебрежительностью, такой значит это самое снисходительность ножки Буша. Это была другая помощь американского народа. Я не говорю о том, чтобы в 1992-1993 году был голод на уровне Поволжского голодовки 21-го, или украинского голодомора 31-го года, но поверьте мне, что вы бы там, я уже был здесь в Америке, не пережили бы без ножек Буша 92-й, 93-й год так плохо или хорошо вам судить, как вы их пережили тогда. Об этом сейчас никто не вспоминает, не благодарят и говорят сарказмом. На тысячу, на 2022 22-й год Америка выделила 38 миллиардов гуманитарной продовольственной помощи. 38 миллиардов сравниваем, Украина получила 25 миллиардов оружия и примерно столько же гуманитарной помощи с начала войны. 38 миллиардов это то, что регулярно, это регулярная цифра, Америка тратит, американское правительство, американские налогоплательщики, американский народ. Основные налогополучатели, полномочеполучатели где-то там плюс-минус миллиард долларов на страну это Эфиопия, Иордан, Афганистан, Судан, Конго, Йемен, Нигерия, Сирия, Сомалия и другие прекрасные страны. Примерно по миллиард долларов в год мы поставляем туда еду. Зачем мы это делаем? Все так же просто. Не потому, что нам нужно завоевать эти страны, не потому, что нам нужно получить их ресурсы, не потому, что мы хотим закабалить их. Нет. Вот все вот это, это то, что Советский Союз, а по наследству Россия делает сейчас, то есть Россия оказывает гуманитарную помощь с целью закабалить и распространить свое политическое влияние. Поэтому проецируя свою моду как Россия себя ведет, она естественно распространяет эту пропаганду на другие страны. Нет. У Америки нет никакой необходимости спасать голодных в Йемене или в Нигерии или в Сомалии. Мы просто считаем, что мы большинство, кстати, американцев верующие, помогаем людям, как мы им помогали, вот как мы помогали голодающим. Меня, естественно, тогда в Америке не было, меня вообще в Америке на свете не было, как американцы, то есть я американец, несмотря на то, что я родился в Украине, я считаю себя американцем, частью американской культуры, так вот я могу гордо говорить, как мы, американцы, помогали голодающим в 1891 году. Всем спасибо за время и за внимание, а теперь обсуждение и вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok